Добрый вечер, Александр Мадалович! Значит, хочу в двух словах сначала для проформы представить себя и вас, чтобы люди в записи понимали, кто это вообще занимается таким, что Александр Еммануилович берёт интервью, а главное — зачем. И если вдруг кто-то будет смотреть и ещё вдруг вас не знает, потому что я первое, что услышал в своей жизни, — это школа «Бойко», а потом уже услышал, кто, так сказать, это всё придумал. Поэтому я думаю, что, может быть, ещё остались такие люди, которые нужно. Значит, меня зовут Денис Шаповалов. Я психолог, педагог, работаю с дошкольниками, психолог, работаю со взрослыми и подростками. И серию интервью, которое сейчас, одно из интервью, которое вы сейчас смотрите или присутствуете в эфире, создана, эта серия задумана как помощь родителям для того, чтобы их проинформировать и больше раскрыть вот эту тему в детско-родительских и семейных отношениях. Александр Еммануилович Макогон, который сегодня согласился дать мне интервью, как раз занимается, в общем-то, похожим делом, которым занимаюсь и я в том числе, но он занимается этим совсем в другом масштабе. Я сегодня с утра был, и этот масштаб видел. Видел школу, видел какая-то территория, видел лица некоторые, которые попались мне. И всё это, конечно, производит впечатление. В общем, для Харькова школа Бойко – это однозначно знаковое место. И лично для меня Александр Еммануилович Макогон – это человек, в каком-то смысле живая легенда. Я долго думал о том, чтобы сказать это или не сказать, и пришёл к выводу всё-таки, что скажу. Почему? Так, я думаю. Об этом будут в том числе и вопросы мои, и там вы поймёте. Вот. Значит, Александр Еммануилович Макогон – это основатель школы Бойко и кандидат педагогических наук, так написано на сайте, и не только директор школы Бойко, а основатель, что, на мой взгляд, сложнее, чем директор. Вот. Александр Еммануилович, ну мне прежде всего, я поискал эту информацию и думал, вот мой вопрос, он вообще, может быть, ну, не очень будет такой, но я поискал информацию и понял, что я ничего абсолютно не нашёл. И на вашем сайте тоже этого нет. И я уверен, что это многих интересует. А вообще, как школа Бойко вообще создавалась? Вообще, каково было начало? И самое интересное, зачем? И почему? Добрый вечер. Создавалось это кучу лет назад, 26 лет. Вообще, вы так хорошо бы мне поговорили, что я подумал, неужели это всё я? Прямо расправил плечи. Так вот, 26 лет назад собственных детей надо было отдавать в школу. Мне и Бойко. Бойко – это учитель английского языка. Я его знаю 200 лет. Вот. Стретил я его как-то на улице, говорю, куда ребёнка отдавать. Он говорит, а он работал в школе, он говорит, в 105-й. Он говорит, не знаю, я тоже закончил 105-ю. Он говорит, 105-ю нельзя, давай что-то думать. Ну, давай. В общем, нашли мой садик. Нашёл я садик. Взяли его в аренду. Набрали 25 детей как-то чудом. Открыли класс. А потом это всё понравилось в течение года. Я сначала приезжал туда раз в месяц, потом раз в неделю, потом каждый день. И потом, в общем, это завлекло, заинтересовало. Я, может, один из немногих директоров школ, который до открытия собственной школы никогда в ней не работал вообще в образовании как таковым. Я там собирал компьютеры, шил норковые шапки и, в общем, что-то тут не делал. Телевизоры собирал. Ну, то есть я ушёл в кооператив с 87-го года и там кооперативил. В общем, какие-то всякие бизнесы. И потом вот для собственного ребёнка открылась школа. И с тех пор, в общем, она достаточно успешно, на мой взгляд, работает. Вообще, ничего, мне нравится. То есть я на школу смотрю не как директор, не как учитель, а как родитель, прежде всего. Поэтому, может, оно так и достаточно хорошо получилось. Вот. Ну, у нас в той студии, в которой я работаю, которая является частью нашего семейного дела, история ровно такая же. Всё изначалось из-за детей. Из-за детей, у которых были проблемы, и в том числе из-за меня. Поэтому я вас в этом плане очень... У вас тоже были проблемы, да? У меня были в детстве проблемы, да. У моего брата были проблемы. И таким образом появилась в Харькове студия личности. В 1993 году это всё чудо произошло. Я вас в этом плане очень понимаю, потому что действительно... Но это очень сложно с другой стороны. Вот я хочу дать детям что-то хорошее, я не нахожу, и тогда я создам. Вот это, конечно... Это квест ещё тот. И это же не значит, что вы создадите, оно кому-то ещё понравится, кроме вас. Да, да. Вообще не значит. Ну и у меня в связи с этим следующий вопрос, который вытекает как бы из первого. Я понимаю, что он может быть большой, и если вдруг он покажется вам большим, то есть запасной вариант, а можно его сократить. Мне... Я точно знаю, хотя, ну я уверен в том, что на пути были трудности. Причём были трудности, которые, возможно, казались непреодолимыми. И, возможно, какие-то топ-3 или топ-5, как вот у вас получится, таких трудностей, может быть, даже из-за которых хотелось вообще всё бросить к чёртовой матери. А мне кажется, такие были. Ну первое, это, конечно, деньги, которые, в общем-то, они закончились собственные, а не зарабатывались. Это вот одна из, наверное, основных трудностей, когда уход любого ребёнка, хотя бы одного, это значит уже нечем было платить зарплату. Ну, вот, наверное, все проходили, открывали свои бизнесы. Это продолжалось достаточно долго. То есть школа, она всегда, я говорю, это не супермаркет, которая... Это тоже сложно, супермаркет, но, тем не менее, вложили деньги, ленточку перевезали, народ пришёл, и оно заработало. Ну, или не заработало. Вот. Но, тем не менее, всё-таки это длинная игра в долгую, в длинную. И сегодня, в общем-то, это всё в долгую. И сегодня, наверное, уже школу не открывал, потому что это совсем долго. 20 лет, наверное, сколько это прошло, ну, 15, не знаю, сколько-то лет, пока мы там... 10 лет, не помню. Не важно. Ну, вот это, наверное, одно из основных. Ну, бывает, руки опускаются, когда приходят там родители и говорят, в общем, всякую чепуху говорят, и думаешь, что ж ты плохого-то хочешь в этой жизни. Ну, вот, наверное, это основные какие-то вещи. Всё остальное уже чепуха. Я, на самом деле, вот, когда слышал что-либо о школе Бойко, я как раз слышал, ну, из такого, что я думал, о чём вы скажете, но вы там не сказали, я сейчас просто так для себя, что называется, и для слушателей проверю, что ещё одна такая трудность, о которой я слышал, ну, не знаю, насколько правда, что со стороны, так сказать, проверяющих и контролирующих органов есть определённый повышенный интерес, и это целая тоже история особо нет, да? Это не трудности, да? Это всё преодолимо, тем более, что мы как-то всегда дружили со всеми властями, со всеми проверяющими, вот правда, не было такого, чтобы кто-то сильно что-то запрещал. Правда. За всё время работы уже поменялось много и губернаторов, и заведующих Хаблоной, Гароной, Районой, и я вам скажу, что как-то всё было спокойно, ну, вообще спокойно, ну, правда. Значит, преувеличено, значит, наверное, преувеличено, да, домыслы. Хражеские происки. Нет, это всё, нет. Александр Иванович, ну, вот, всё-таки реализуя такой проект, который, как вы сказали, возник действительно на такой чистой, ну, по отношению к другим, да, наверное, к чистой такой вот идее дать хорошее своим детям и ещё и своими руками, основав школу. Как же всё-таки, ну, набирать людей-то под это дело? Вот есть какие-то такие критерии отбора педагогов, и, возможно, вы заметили за собой, как у вас менялись эти критерии на протяжении вот того времени? Ну, когда открывал, хотел много мужчин. Где-то в голове было желание безумное завести много мужчин. Завёл преподавателей. Очень сильно с ними простился, потому что они, в общем-то, к сожалению, были не мужиками. Я о том, что если у доски стоит чек в брюках, и он похож на мужчину, он себя должен вести как мужчина. А учитель, мужчина в школе, их, к сожалению, правда мало. Вот именно мужиков. Поэтому сначала завёл много, потом простился и потихоньку. На сегодняшний день я не бездолго гордости говорю, что у меня работает так или иначе, я не знаю, чек 40 мужчин, наверное. Они не все преподаватели, но они ходят по коридорам, они показывают мальчикам пример, кто такой мужчина. и достаточно неплохо это делают. Во всяком случае, ну, они мужики. К сожалению, ещё раз, мужчина в школе это сложная такая вот штука. Ему сложно оставаться мужчином в женском коллективе. Ну, это да. Ну, и там, правда, очень сложно. Он трансформируется, я не верю, что он становится там, но он становится какой-то не совсем мужской. Вот это вот одна из основных проблем. Ну, а на сегодняшний день проблема кадровая, она есть. Где брать учителей, не знаю. Где брать детей, понятно, где брать учителей. Если нас там слышат какие-то сживающие поработать в школе Бойко, милости просим, приходите. Мы с распростёртыми объятиями, а кто не умеет, того научим. Совершенно не обязательно для этого иметь педобразование вообще. Тем более, что я очень критически отношусь к высшей школе на сегодняшний день. Ну, в общем, по разным причинам. Вот. И педагогическое в том числе. Пусть меня там за это кто-то поругает. Но, в общем, приходите. В общем, у кого есть желание. Александр Владимирович, ну, то, что вы относитесь так к высшей школе, оно в каком-то смысле ожидаемо, учитывая, что, ну, на мой взгляд, всё-таки сегодня высшая школа, она идёт к тому, что она либо будет трансформирована сильно, либо в том виде, в котором мы привыкли её видеть, она будет не нужна по определению. И поэтому, я это знаю тоже, это я вас в этом плане очень хорошо понимаю. у меня такой ещё вопрос. Насколько, вот, на ваш взгляд, удаётся сегодня школе Бойко давать современное образование? Ну, не удаётся. Потому что, по большому счёту, мы только пытаемся давать что-то, кроме школьного образования. мы научились классно учить математике украинскому, там, русскому, английскому и так далее, но, к сожалению, я считаю, что этого мало. А всё остальное мы только тренируемся, потому что, опять-таки, не понимаю, где брать людей. То есть, я бы с удовольствием давал им там и финансовую грамотность, и всё остальное, но, да, простые вещи, как там пользоваться стиральной машиной. Мы потихоньку что-то делаем, но это потихоньку, этого мало, и это в перспективе. Это вот со следующего года у нас там в планах вообще сделать 40 процентов, ну, 40, может, это и много, хотя бы 30-20 из учебных предметов в старшей школе, которые будут не иметь в лоб отношения к школьным предметам, да, будут учить их жить как-то там в широком понимании этого слова. Получится или нет, не знаю, поглядим, но, во всяком случае, такое есть в планах. на следующий год. Отлично. А скажите, а вот как тогда ваши отношения к реформе новой украинской школы? Знакомились ли вы с документами, с теми планами? Ну, если честно, нет. Честно, как-то так мало я это все читаю, нет, не сильно интересно. У меня есть там специально обученные люди, которые занимаются всеми этими. Там очень много взято, то, что я знаю, что там очень много взято из, особенно в начальной школе, из развивающего обучения, которой мы занимаемся уже давно. В свое время там был такой, к сожалению, нет живых уже, профессор Дусовицкий, это технология, Давыдова и так далее. Он у меня жил в школе. Он у меня раз в неделю приходил и учил учителей учить. То есть, сидел на уроках, находили на его лекции, организовывали все. Класс. Да, я еще тогда, помню, говорю учителям, что они не хотели, естественно, потому что это нагрузка, это выходные и так далее. Я говорю, идите, слушайте живого Дусовицкого, потому что завтра будете гордиться тем, что вы могли его сидеть и слушать. Но, вот, это то, что касается, и я знаю, еще раз повторюсь, что в новой украинской школе очень много взятых технологий, именно вот этого развивающего обучения, когда мы учим учиться. Оно вроде легко и красиво звучит. Все сейчас об этом говорят, давайте научим учиться, но это очень сложно, потому что очень много зависит от личности учителя. Чем хороша традиционка и классическое образование? Тем, что там есть методичка, где все четко написано, на первой минуте подними правую руку, на вторую левую, и, в общем, там все понятно. А в РО, там это не прописано вообще, там все с ног на голову, и там надо учиться, учителю изобретать каждый урок. На каждом уроке что-то. Я же помню свою первую учительницу, замечательная женщина была, у нее была такая книжка, большая тетрадь точнее, прописанные уроки лет там много назад, и она просто их там, в общем, не сильно меняя что-либо. И ничего там плохого тоже нет. Это тоже образование, и вот я вырос, и не только я, и все остальные. Вот. Ну, в общем, это то, что я знаю про новую украинскую школу. Это то, что вот мне понятно. Все остальное там много. Всяких штук. Ну, вот это вот, то, что мне нравится в ней. Ну, да. А мы этим рост занимаемся уже, ну, практически с первого дня работы. Ну, со второго года. С первого. У меня первая ученица, которая у нас работала, она знала, что такое рост. Когда это вообще было закрыто, подпольно практически. В Москву ездили. Там к Эльконину ездили на лекции и так далее. В школу-то. Ну, в общем, занимались этим серьезно. Когда? А вот раз вы заговорили про приглашенных людей, я просто, когда учился в университете Каразина, я слышал о профессоре Дусовицком, но тогда я еще не притрагивался к педагогике абсолютно. И я, получается, застал его живого, но даже мысли не было сходить на его лекции по той причине, что тогда я был просто в другой области. А не думали ли вы, ну, может быть, фантазия, может быть, или, может быть, вам это не очень интересно, а пригласить, например, Шалву Аманашвили или вам его взгляды... Вы знаете, прямо вот сегодня я туда уже придумал, отправлю к нему двух учителей, у него летний... Я знаю, да. Вот уже прямо сегодня мы уже зарегистрировались. Класс. Сегодня днем случайно я на него напал. где-то в просторах интернета и к нему поедет двое человек туда в Грузию, в какую-то деревню, в его родину. Да-да-да-да-да, в деревне, да-да-да. Где-то у меня прям вот открыто. Это вот точно. Тывавский район, село Бушетти. Да-да. Три десятидневных курса. Я не думаю, что мы попробуем, мы вот поедем, отправим туда кого-то и попробуем с ним договориться, чтобы он приехал, естественно. Хотя, я так понимаю, лет ему уже немало. Да. И, не знаю, путешествуем тут или нет, но попробуем. Ну, это прям просто... И он обязательно пригласить. Вот прям сегодня, еще раз повторюсь, мы вот двоих учителей туда отправим, договорился, отправлю, на курс, на вот этот десятидневный. Там посмотрим. Это, я так понимаю, учителя начальных классов будут, да? Нет. И начальных, и старших. Почему? У него же не начальная школа. У него вообще не про школу. У него про отношения. Ну да. Про отношения. Там про жизнь. Там, вот я смотрю, он и его сын, и жена сына. Да. Паата Аманашвили, он тоже, они курс там сделали сейчас интересный. И Тамрико. Да, вот они. Вот прям 12 июня и поедут. Ну, это прям похоже, я когда первый раз об этом слышал, у меня сразу такая мысль, это прям похоже на паломничество. Поездка к нему. Потому что, то есть прикоснуться к легенде живой, которая в советское время начинала. Я так понимаю, это где-то в горах, в деревне. Да. Интересно. Я смотрел видео, там очень живописно. Там такое ощущение, что действительно напоминает, будут эти буддийские монастыри, которые находятся на Атшибе, в зарослях где-то, и туда надо пробираться. Ну да, я может слетаю просто на один день посмотреть, пообщаться, а там поглядим вообще. Может и приятно. Да, это интересно, конечно. Супер вообще. Я так подозреваю, что эти учителя потом будут вебинары проводить, как они это, потому что это очень интересно. Да, вот отправляем таких, которые будут потом это сеять в родной школе. Да. Передавать. Здорово. Есть такой еще интересный момент о школе Бойко, за который люди очень так тепло к этому относятся. Я слышал об этом много отзывов. традиции школы Бойко. Можете пару слов, вот как вообще они рождались, и может быть у каких-то традиций ваших есть какая-то интересная история или необычная? Ну, я бы сказал, это не традиция, это правило. Их очень много. Рождаются они на ходу, как Конституция Англии. Знаете, жнец Конституции Англии, она там ей 400 лет. Вот такой у нас. Сойдет на ребенок по коридоре, говорю, выплюнь жвачку, и жешь жвачку, выплюнь. Он говорит, где это написано? И мы ему тут же, опа, новое правило. Вот так, по сути, правила и создаются. То есть, они у нас живые, и мы постоянно их как-то все время обновляем, что-то убираем, что-то добавляем, что-то вот как-то. Оно все гибкое, потому что время движется, все меняется в этом мире, и очень быстро оно все меняется. Вот мы стараемся, как-то тоже меняться, дабы быть, идти в ногу с ними. Они растут быстро, и дети взрослеют очень быстро, и классно. Ну и наша задача, чтобы им было интересно с нами. Ну да. Ну и плюс у нас еще, вот мы имеем возможность, в отличие, к сожалению, от государственных школ, которые ограничены правилами и рамками, мы можем многие вещи делать, я не знаю, выгонять в конце концов. тоже важная штука, и это жестко, но, тем не менее, очень, да, ну человек 10 в году мы, грубо, ну в среднем, мы выгоняем по тем или разным причинам. Вот это вот есть в школе, и, в общем-то, если нельзя курить, то нельзя курить никому. Там, разъяснено, одному учителю на всю школу курить. там, ну только потому, что ему много лет, и ему уже нельзя бросать. Знаете, в определенном возрасте уже ничего нельзя менять. Ну да. Ну и так далее. То есть, если нельзя по телефону разговаривать, то стараемся, ну, запрещено учителям тоже на уроках, естественно, пользоваться телефоном, разговаривать, и все остальное. Ну и так далее. То есть, стараемся, чтобы правила были одинаковые для взрослых и для детей. И они достаточно на наш взгляд логичны, понятны и объяснимы. И почему мы стараемся объяснять. Я вот еще хотел, так вот, может быть, такая маленькая ремарка, что насколько это здорово и насколько это справедливо, когда и для детей, и для взрослых действует. То есть, это как бы... Да. Ну, вы, как вы понимаете, все равно учителям что-то можно, а мне так тем более, что-то мы там их нарушаем. Но, на нас в пределах разумного вроде как все логично. Но, всякое, конечно, бывает. Ну, и на все детские нарушения мы там смотрим внимательно. Бывает, на что-то закрываем глаза, естественно. Но есть какие-то вещи незабываемые. Когда я узнал про то, что в школе Бойко запрещено пользоваться мобильными телефонами, это совпало с тем, что я также узнал, что президент Франции запретил это на территории всей Франции. Молодец. И я в тот момент подумал, а как-то это созвучно. Макрон и Макавон. Делали одно и то же. Но один сделал на своей территории школы, второй сделал в рамках страны. У него своя территория, у меня своя территория. Я носился с этой мыслью неделю. Вот тогда, наверное, началось закрадываться мнение, что очень бы хотелось с вами пообщаться. И прошло очень много времени с того момента. Ну и как реагируют родители? Как реагируют родители? Счастливые, конечно. Ну, во-первых, мы эти правила оговариваем до того, как ребенок переходит в школу. И, естественно, тех, кого они не устраивают, они идут в другую школу. Вот и все. Выбор-то велик, слава богу. В родном городе под 200 государственных и штук 30 частных. Ну, это да. Есть куда податься. Это первое. Второе, это правило работает в школе уже лет много. И оно работает. И я вам скажу больше. У нас же там, когда ребенок нарушает это правило, мы забираем телефон. У нас есть волшебная коробочка, которая... Да, это я слышал, думал проверить это лично. 24 мая она открывается, да, на мой день рождения. Вот. Это называется амнистия Макагона. Да. Ну, а я вам хочу сказать, что 90% 9, наверное, родители, когда забирают этот телефон, они приходят и говорят спасибо. Почему? Потому что они понимают прекрасно, что ребенок очень много времени проводит в этом телефоне. И забрать они не могут. Они его подарили. Ребенок же не купил его сам. Ну, конечно. Таким образом откупились или как-то там, в общем. Ну, в общем, неважно. Как-то он к ним попал. И они приходят и говорят спасибо, что я его забрал. Потому что у нас не получалось, а вот вы молодец, спасибо. Хотя бывает по-разному. Есть несколько историй, когда от нас уходили. У нас же правило такое. Или мы забираем телефон, или мы не забираем, но тебе придется покинуть школу. Есть пару историй, когда дети выбирали телефон. Ну, и родители, соответственно. И такое тоже бывает. Но ничего. Бывает. И классно. Право выбора, опять-таки, всегда есть. Ну, вообще-то да. Ну, а вот, Александр Иванович, а как же быть, вот, скажем так, вот, приходилось ли какой-то серьезный конфликт иметь с такими родителями, которые в нашем городе, ну, например, влиятельные. Они вам отдали ребенка в школу. А у вас правило, простите. Еще раз. У нас это правило мы оговариваем в начале. Ну, всякие бывают истории, но про телефоны как-то все спокойно. И все влиятельные родители, они же понимают, что ничего плохого-то не хочу сделать детям. Ну, да. Плюс еще раз повторюсь, эти правила оговариваются в начале. И когда мы забираем телефон, только в том случае, когда ребенок нарушает эти правила. И он же имеет право им пользоваться на перемене в определенном месте. Вот и все. То есть это не то, что мы у него забрали прямо навсегда. Иди на перемене там и... Ну, да. Проводи время с телефоном, если хочешь. Ну, опять-таки, мы там тоже боремся, чтобы они не сидели там в сетях, чтобы они там еще что-то там... Ну, понятно, что не сидят, но в общем, на какие-то вещи мы тоже закрываем глаза. Хотя всякое бывает. Это здорово, потому что я в плане вспоминаю вот эти вот фильмы про педагогов, которые, в общем-то, их достаточно интересный фильм, где красной нитью идет вот то, что вы говорите. Но редко это увидишь в действии, когда педагог или вот есть... Ну, сейчас не могу вспомнить конкретный фильм, но вот есть такой фильм, может, вы его... Ну, наверняка вы его знаете, смотрели. «Моя ужасная няня», по-моему, называется, когда она пришла и начала требовать исполнения правил и делать из детей... воспитывать детей, несмотря на вот... И вот на родителей, да, на родительские какие-то просьбы и на какой-то... Не проявляя какой-то, может быть, жалости, понимая, какие процессы уже запущенные есть у детей, понимая, что их придется ломать, она готова это делать. Она готова это делать во благо, во имя. И несмотря на то, что, да, это выглядит... И это сложно. Реализовать сложно, скажем так. Понимаете, сегодня же еще проблема какая вот с этим замечательным карантином, чтобы он был жив-здоров. Очень большое детей, сидевшие дома, залезли в эти компьютерные игры совсем глубоко. И доставать их оттуда очень сложно. Вот этот самый телефон, он же является одним из способов играть. Поэтому, конечно же, эти правила, они помогают и нам добывать детей и оттуда. И вот самые ужасные среды, на которые там зарабатывают деньги и все остальное. Точнее, у них там тратят, а не зарабатывают дети. Ну да. Вот. Поэтому это отдельная тема, очень обширная. Это там игроманы-дети. И это, в общем-то, и болезнь уже, как хочется, называют. Ну да. В Китае в 2008 году похватились. А у нас только в 2022 или в 2023 году только вступит в силу новый медицинский классификатор болезни. МБК-11 вступит в силу, где будет цифровая зависимость. Уже официально написано. Но дело в том, что в Китае аж в 2008 году похватились про это дело. У нас вот только еще и в будущем даже. Хотя уже сейчас понятно, что цифровой аутизм это неприятная история. Конечно, да. В этом плане. Так, у меня следующий вопрос. Можете ли вы назвать, ну, не пойменно, конечно, а хотя бы просто рассказать, без имен, конечно, какие-то выпускники школы Бойко, которые вас, скажем так, приятно удивили. Может, тем, что добились каких-то успехов. Может быть, это не с успехами связано. Может быть, это что-то свое. Ну, вот вы что, вот вы узнали и сказали, елки-палки, а он у нас учился. И вот мы такую фундамент возили. Прям вот там президентов еще нет. Ну, да. Президентов каких-либо корпораций, не знаю. Вот. Есть там, например, одна история, когда пришел к нам мальчик, кстати говоря, у него психологических было проблем очень много. Вот. Он сидел вместе с сопровождающим на протяжении всей учебы в школе. У него там был аутизм и все же хотите у него там было. Вот. И когда-то я еду на машине, представляете, он идет по улице с девушкой и она несет букет цветов. Вот тогда я понял, что мы там, в общем, не зря прожали эту жизнь. Потому что он стоил очень много нам всем сил и времени. Очень сложно было, кстати, это же было давно-давно. Это сейчас все как-то спокойнее. Раньше посадить такого ребенка в обычный класс это была большая-большая проблема. И сколько мы тратили времени там с родителями одноклассников, которые уговаривая, убеждая их, что он не принесет никому там стул на голове ни у кого не разобьет и так далее, и так далее. Вот. В общем, выдержали мы это все. Он у нас, правда, он сидел сопровождающий его четыре года. С ютером, да? Да. Ну, мы раньше называли сопровождающий, просто женщина, которая с ним хватала его за руку, когда нужно было схватить. Вот. И он, он, значит, идет с девушкой по улице, я там ехал, случайно его подсмотрел, увидел и понял, что ура. Это, в общем-то, наверное, не менее интересно и важно, чем если бы кто-то вырос, президентами стал. То есть, до президентов еще не доросли. Судьбы всякие. У кого-то что-то получилось, у кого-то нет. Школа, она же, да, она влияет, имеет огромное значение на жизнь каждого из нас, но не самое главное, тем не менее. Все равно семью никто не отменял и куча всяких факторов. Поэтому, в общем, там, вот прям там пока нет, но вот такой случай есть и не один. Есть и противоположные вещи, когда выгоняли ребенка, он потом тебя встречал на улице, говорит, Сэнч, там в каком-то таком совершенно неблажеском виде, в состоянии там или опьянение, или еще что-то, встречал на улице, говорит, вот если бы вы меня не выгнали, может, я бы человеком стал. И такое тоже было. То есть всяко бывает. И знаете, я сравниваю работу учителей и школы как врачей, да, только ошибки врачебные вылазят сразу, а наши лет так через много. Лет через 20 или там, ну, по-разному. Но, тем не менее, вылазит все. Все мы родом из детства, поэтому, в общем, всяко бывало. Это точно. Да. А как вы относитесь вот к обучению, ну, скажем так, на современный манер, когда наоборот стараются больше использовать каких-то вот цифровых технологий, или вы в школе Бойко больше придерживаетесь каких-то таких традиционных взглядов, которые, ну, например, там предлагает вальдорская педагогика, да, там больше делать руками, больше, как вот у вас. против крайностей, да, то есть мы стараемся использовать всего понемногу, и, например, у нас уже третий год в младшей школе у каждого ребенка есть айпад. Другое дело, что он есть и учебник, и есть там вот это вот, когда надо послюновить палец и перескнуть страницу, и взять обычную ручку и что-то написать. Но при этом есть айпад, но айпады, мы их сами организуем, и ребенок не может там сам ничего поставить без нас. То есть у учитель только ставит все приложения, то есть он такой обрезанный айпад, есть такая программа Apple School замечательная, и она позволяет в общем администрировать этот айпад и в общем управлять им имеет право учитель. И еще раз говорю, программы ставит только учитель. Ребенок пользуется только тем, что ему поставил учитель. Ну а учитель соответственно ставит что-то умное и правильное по мнению учителя во всем случаях. Плюс мы это используем на уроках не на всех, не всегда. Еще раз повторюсь, есть ручка, бумажка, тетрадка, все есть. Ну и в старшей школе они вообще уже забыли. В принципе мы в старшей школе практически уже не пользуемся учебниками, потому что к сожалению в магазине даже вы заходите в магазин, когда я нашел решебник с канави, и я понял, что все, все закончилось в этой жизни. Надо что-то менять, потому что с канави для меня это было что-то такое там в общем незыблемое. вот, а сегодня когда вы приходите в магазин покупать учебник, на одной полке стоит учебник и тут же решебник. То есть из этого учебника теряется. Плюс есть там куча программ, в айфоне есть там фотомаск, который выводишь, он тебе выдает решение. Поэтому задавать задачи просто по учебнику уже не интересно и нет смысла. Поэтому учителя там придумывают всякие вещи, чтобы дети не могли списать что-то там. Ну и в принципе учебники уже их так много и они все время меняются. Поэтому на сегодняшний день у нас практически очень много айпада в школе. Другое дело, что есть правила пользования этим айпадом. Нельзя там играться, нельзя на уроке сидеть непонятно где. Если это происходит, мы его забираем. Все так же. Вот. Но старшеклассники вообще уже ручкой ничего не пишут. Они пишут пенсилом в айпаде уже давно и экономим бумагу. в конце концов. Экология и все остальное. Ну это просто удобно. Поэтому мы используем и то, и то по мере в общем-то необходимости исходя из ситуации. То есть баланс такой просто находится. Ну то есть учебники английского они все бумажные все с первого и девятнадцатого класса. А остальные по-разному. Ну да. Больше бумажных старше их меньше. То есть чем старше класс тем меньше бумажных учебников. Ну и что их тягать-то? Взяли там на айпады пошли себе учиться. В первый класс к вам ребенок может поступить в семь лет. Ну мы боремся за семилетних детей. Потому что мы считаем, что чем позже, тем лучше. Куда спешить. То есть когда мы говорим родителю приходите к нам через год шестилетнему, то я всегда говорю, что мне вашего ребенка жальче, чем вам. Жалею больше, чем вы по какой-то непонятной причине. Все же сегодня стремятся раннее развитие и так далее. Мы тоже боремся с ранним развитием. Потому что в общем все хорошо вовремя. У нас сегодня термин появился недоигранные дети. За парту сажаем. Он под парту лезет машинку возить или куклы. Вот я всем родителям что такое подготовка к школе по нашему пониманию. Это есть фундамент, а есть дом. Для нас фундамент это память, логика, моторика, здоровье и желание учиться и наигранность. То есть мне нужен ребенок, которому не хочется играться. А что такое дом? Это читать, читать и писать. Так вот дом должна строить школа, а вы, родители, должны нам давать классный фундамент. То есть вы нам должны дать в своем ребенке желание учиться. А когда его начинают заставлять учиться с трех лет, все эти ранние развития, считания до миллиона и так далее, он приходит в школу, о чудо, ура школа, а тут то же самое, что и было до этого. Так это же неинтересно. Плюс все программы рассчитаны на то, что ребенок ничего не умеет. А ребенок уже считает до миллиона. Ему что на уроках скучно. Ему до января скучно, он до января смотрит на уроки в окно, и он понимает, что на уроки можно смотреть в окно, а на перемене сходить с ума. К январю знания заканчиваются, надо работать, а работать же уже отвык, и не привык, точнее говоря. И он начнет рассказать маме, что в школе неинтересно, плохо, болеть и все остальное. Вот как-то так наше отношение, мое отношение к подготовке к школе. Поэтому я против всяких подготовок к школе. Понятно. Так, а кто придумал выпускной в джинсах? Да, и я придумал. Но кто придумал? Надоели эти выпускные, надоели эти рестораны, надоели эти мордой в салат, и в общем, вся эта чипа. Сидения, ночные бдения. Представляете, когда собирают штук 20 учителей, которым лет не 15. И они должны до утра сидеть и бдеть, и не заснуть, и держать там буквы вот так вот, и глаза. и выпить, не выпить, и тут же дети, а тут не дети. Решили отказаться от этого. Но у нас тоже все поэтапно. Сначала мы придумали джинсы выпускной и придумали, чтобы деньги, которые они, значит, собирались потратить, не потратят на костюмы, на ресторан. Мы проводили эти джинсы выпускные в лагере. Все очень было просто, дешево относительно шашлык, мошлык и все остальное. Но все равно было ночное бдение. От него не уйти. На сегодняшний день нет, на сегодняшний день мы ушли от этого. У нас выпускное начинается в 11 утра и заканчивается в 6 вечера. То есть мы... Я тут слышу заботу об своем персонале. Конечно, я себе тоже. Уже что же не в 15? Это когда мне было 15 лет, я готов был сидеть в ресторане. Ну да. А сейчас уже не хочется. Если хочется, то как-то в другой компании, а не с толпой. Поэтому у нас выпускное длится легко. У нас что-то на сцене происходит. Потом мы им выдаем лопаты и путевые листы. Они бегают по всей территории лагеря, находят свои аттестаты, раскапывают. Мы их там заранее закапываем. У нас называется квест «Найди аттестат». Поиск аттестата зрелости. Вот. Они находят эти аттестаты и в общем-то и все. Потом мы едим шашлык. Причем шашлык мы... Или какую-то еду это готовим мы и мы приглашаем родителей. То есть нет у нас этого сбора денег на шашлыки и на всего. Даже на шашлыки. То есть называется это я как директор приглашаю родителей и детей провести со мной день. вот как-то... Здорово. Здорово. А насколько это понимание находит у родителей легко всем соглашаться или бывает... хотя, конечно, было разное. Было когда-то родители одни там... Пить же нельзя и типа на территории нельзя. Так они выходили к машинам и там... Которые стояли за территорией и там... Но уже и такого нет. То есть мы так говорим тем, кому не нравится, те не идут. Но я так понимаю, что большинство идет и традиция продолжает жить. Все идут на самом деле. Они потом там процентов 80 едут куда-то в ночные тусовки. Какие-то ночные рестораны там. Ну уже по отдельности. Ну уже сами без нас, без учителей. На свой страх и риск. Да, какой там риск никакого нет. И страха тоже. Но идут куда-то там какие-нибудь там в общем куда-то идут. Они все равно традиции, они же никуда не денешься и хочется родителям... Понимаете, почему-то считается, что вход в новую жизнь должен быть через там большое количество спиртного. Да. Мы, наверное, тоже в той жизни как-то так входили в эту жизнь. Ну сейчас мы в общем без нас. Без учителей. Ну это вообще ненормально, когда учитель смотрит на этот весь. И мы же типа сеем разумное, доброе, вечное. А тут и тот же учитель тоже иногда хочет выпить, но зачем это делать при детях? Ну да, да. Согласен. Мы тоже люди, мы тоже иногда что-то там пьем. Много, мало, что-то делаем. Зачем все-таки совмещать? Ну это то же самое, что пить на работе. Ну это же неправильно. Еще и в школе. Да. Поэтому мы эти вещи развели совсем. Ну и самое главное рассвет, там знаете, там в платье в бассейн каком-нибудь, тоже традиция замечательная. Да. Лицом в салат еще раз. Кто-то обязательно напьется и там потом четвертая больница откачивать. Это всегда было. Вот всегда на всех выпускных обязательно у кого-то кто-то, кому-то надо сто грамм, а кому-то, в смысле, кто-то от этого литра, который выпивают все, кому-то становится плохо. И кого-то обязательно везем в четвертую больницу или еще куда-либо и у нас там в общем, ну короче, в общем, мы ушли от этого ужаса. Вот традиция джинсы выпускные, это мы уже поговорили, а вот крещение нырять, я знаю, есть у вас традиция. Ну да, это тоже, в общем-то. Вы ставите бассейн и вы сами там тоже ныряете. И сами, и все дети, да, и там человек 80, 100 детей, учителей ныряют, да, потому что, ну мы тоже, школа жена, в общем-то, без религий, да, и у нас тут всякие религии, есть и христиане, есть и католики, есть и иудеи, есть кто хочет. У нас многонациональная школа, но показать пример, окунуться в холодной воде, это ничего плохого там нет. Другое дело, что это надо делать не раз в году, а каждый день по-хорошему, но те, кто дети ныряют, они потихоньку, в общем-то, это делают еще, для того, чтобы подготовиться, иначе не нырнет. Вот. Но есть такая штука, ставим на улице бассейн и и пошло-поехало. Да, вот у нас еще есть такая традиция, например, на день смеха, 1 апреля, мы у нас там пижамы, то есть все учителя и дети в школе ходят в пижамах, приносят подушки и на уроках сидят в пижамах, очень все это уютно, здорово, тепло и приятно. то есть задача, очень еще такая интересная традиция есть, и непонятное все равно для меня желание ночевать в школе. То есть в пятницу какой-то из классов берет и ночует в школе, понимаете, казалось бы, там на карематах, кабинете, дети, привыкшие к каким-то там мягким кроватям и ко всему остальному, но с такой радостью они ночуют, в общем, и тоже вот вроде как, вроде как чепуха для нас, для взрослых, а для них это классно, ночь провести в школе. Да, да, это здорово. Я представляю, если бы мне в детстве предложили, я бы очень соблазнился. Классно, да, от этого. Ну и есть еще куча всякого интересного, то есть мы стараемся в школе не только учиться, еще и как-то, в общем, проводить качественное время. Ну да, и это, кстати, очень важный момент, он же делает школу живой, тем самым. Потому что они не ходят в школу учиться. 90 процентов. Дай Бог, чтобы к 11 классу они стали ходить сюда учиться. Они сюда ходят общаться, тусить, тем более нет двора сегодня, у них же нет возможности общаться вживую во дворе, как это было у нас в детстве. Да, институт двора закрылся. Двора нет, вообще нет, уже давно нет двора туда. И тем более, может быть он был, но они же живут везде по всему городу, то есть нередко 2-3 человека живут в одном дворе. И это такое крайне редко. Поэтому здесь в школе это то место, где они там могут дать по морде, поучить по морде, познакомиться, поухаживать за девочкой и так далее, и так далее, и так далее. Умное слово социализация. Ну да, но только такое. Умная социализация, можно сказать так. Потому что, почему я добавил слово умное, потому что мы вы упомянули уже много традиций. Поэтому я это назвал умная социализация. То есть не просто заперли детей на одной территории и сказали общайтесь, а предложили им вот такую вот культуру определенную в виде такого множества традиций, которые поддерживаются взрослыми. Взрослые, я уверен, есть у вашей в школе у каждого учителя какие-то эти традиции более такие любимые. И это дети, конечно, замечают. традиции придумывают же учителя, не только я, они тоже придумывают всякие новые праздники. Где-то что-то подсмотрели. Раньше проще по миру катались, там где-то что-то смотрели. Сейчас пока не катаемся, но ничего, скоро поедем, что-нибудь еще увидим, узнаем нового. И обязательно здесь все это будем воплощать. У нас же чем хорошо, что все-таки плюсы частной школы, чтобы легко что-либо сделать. пришел учитель завтра, сказал с утра давайте, да давайте, а что нет. Все, посчитали бюджет, купили что-то там, то, что нужно или не купили, может это вообще ничего не надо, и поехали. Плюс у нас такая штука еще, мы раз в месяц стараемся, пока все работает, вывести их в театр, на спектакли или куда-нибудь. Феармонию, например, мы дружим с нашей Хальковской феармонией как минимум пару, три, четыре раза в году обязательно вывозим туда детей и специально для нас они там организуют какие-либо концерты и там Янко такой там есть замечательный дирижер, с которым мы дружим и он нам устраивает всякие для детей интересные очень такие вот мероприятия. Вот недавно были вальсы, по-моему, или что-то такое, вот я не ездил, к сожалению, вот совсем недавно мы там недели две назад мы там много автобусов мы загружаем и всю младшую школу вывозим, арендуем полностью зал и специально для них устраивают концерт в удобное время днем когда-то. Ну, или какие-то спектакли ходим обязательно. Ну, то есть, это включено в программу. Обязательное посещение таких вот дел. Здорово. А еще, я слышал, у вас был какой-то такой спектакль, который готовили и, по-моему, в Хатобе его проводили. У нас же есть такая традиция на последний звонок мы устраиваем мюзиклы и да. Вот, да-да-да-да-да-да. Но это каждый год. Это каждый год, да? Не было вот позапрошлым году, точнее, в прошлом году, да? Ну да, потому что в прошлом не было там всяких ограничений. А вообще, каждый год, да, у нас обязательно мюзиклы. То есть, это тоже заменитель последнего звонка, когда по традиции строят на Сан-Цепёке школу и... На линейка праздничная. Да. Кто-то читает стихи. То есть, такого у нас нет. Мы в каком-то зале, то ли Хатоп, то ли Юр-Академия. Раньше это было... Начинали с дворца Фэда, дворца культуры. Потом все дальше, дальше, больше, больше, детей больше, родителей больше. И это, да, большой зал, там куча народа и действия часа на полтора. И на сцене порядка двухсот детей, которые что-то делают. Танцуют, поют, говорят. Да, здорово. Это вот вы сказали об этом уже, я тоже как-то хотел это, ну, отметить. Для меня это просто важно, это даже вроде как и к интервью не сильно относится. Что мне нравится, что вот эта свобода у частной школы, которая есть, да, вот это придумывать, инновации какие-то внедрять. И действительно, вот по поводу того, что вы говорили, профессор Дусавицкий к вам приезжал, вот это все, просто у меня был такой опыт, я так коротко хочу поделиться, есть такой, может быть, вы слышали, Владимир Иванович Жохов. Ну, в общем, это интересная личность в педагогике, это человек, он вообще сам из России, он придумал интересную методику, которая позволяет начальную школу быстренько упаковать в достаточно короткий срок, а оставшееся время использовать для интересных предметов, на его взгляд. Например, риторика. Вот. И у нас в Харьковской школе, в одной, обычной школе абсолютно, эту методику решили попробовать. Суть заключается передачей этой методики в следующем. Учителю начальных классов даются компакт-диски, на которых целая неделя, ну, на одном диске предстоящая неделя учителя начальных классов. Вот. Каждую пятницу сам Владимир Иванович Жохов, он 50 лет в школе проработал, он математик, по-моему, он каждую пятницу настраивает учителей на, так сказать, следующую неделю. Получается, учитель начальных классов, получая этот диск с заданиями, знает только про то, что будет на следующей неделе. Больше он ничего не знает, он как бы дальше не видит. Но, но, дело в том, что он немножко тоже еще говорит о подходе к детям. и я не выдержал и говорю, хочу видеть, хочу видеть, можно приеду? Мне говорят, можно, приезжай. Я приехал в эту школу, обычная школа на новых домах, обычный первый класс, ничего такого. Я захожу в класс, говорю, где? Ну, на последней парте сажусь, начинаю наблюдать. А, и как раз перемена. Я смотрю по детям, но вижу, дети очень разные. Вот, 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 есть дети, которые прям вот, ну, могут и заматериться на перемене. Есть дети, которые, ну, ну, прям из очень приличных семей, девочки-припевочки. Есть, ну, 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 разношерстный класс, обычной государственной школы. И вот начинается урок математики. Я сижу, внимательно наблюдаю, что сейчас будет? Я же готовился, что-то увидеть хочу. Вот, начинается урок математики, я понимаю, что уровень организации и активность детей, ну, для меня, она удивительна. Я думаю, стоп, подождите, а как это? А ну-ка, а ну-ка, подождите. И оказалось, что учителя других, родители других классов, которые не взяли это, эту методику, а просто, потому что там очень хитро, методику должны брать родители и уговаривать учителя по ней работать. То есть, очень сложная система. Вот, и что удивительно, они в государственной школе успели это, конечно, это капля в море, но тем не менее, они как-то смогли договориться, что будет так. И потом этого Владимира Ивановича Жохова нашла московская бизнес-молодость и сказала, ну, почему бесплатно всем желающим? Давайте хотя бы за, ну, за 6 копеек, может быть, хотя бы, ведь это же дешево, а со всех это же что-то. И он, наконец-то, начал, видимо, зарабатывать. Это был очень у меня интересный опыт, насколько вот можно, я удивился, что вот это вот успели. Но самое интересное, что учительница начальных классов поделилась, как к ней приезжала проверка. Она говорит, у меня мальчик работает, сидит, вот пишет, пишет, там решает эти примеры, и он встал и просто, ну, просто потянулся, да, вот, ну, Владимир Иванович Жохов настроил, ну, на работу с детьми, надо любить детей, уметь их организовать. По-моему, у него два принципа, любить детей, уметь их организовать. Не надо быть начальным классом, руководить. И вот эти вещи умеешь уже хорошо. Вот. Она говорит, в смысле? Ну, он засиделся, ну, встал, сделал, потянулся и сел, и продолжает работать. Они говорят, ну, это же недопустимо. И она говорит, я вот стою просто, я же его слушаю, говорит, каждую пятницу. Я, говорит, я просто до речи потеряла, когда мне задали такой вопрос. Это вот обычный случай из жизни. это нормально. Надо философски относиться. Им так проще. Им так проще, да. Это, конечно, удивительно. Александр Иванович, такой вопрос. А вы что-нибудь ждете от государства или конкретных его подразделений как частная школа? Вам хотелось бы, чтобы что-то произошло, вот неважно что, может какой-то законопроект, может быть, ну, что-нибудь такое, чтобы вы сказали, о, спасибо, или о, здорово. Вот не хватало. Да нет, наверное. Наверное, не мешали и хорошо. Ну, пока не мешают. Они следуют главному принципу не навреди, да? Тем более, что у нас уже, по-моему, второй год у нас есть какое-то минимальное финансирование, то есть нам государство какие-то деньги платит уже второй год, так что, в общем, нам сильно ничего и не нужно уже. текст, ну, как по мне. Да, не, ну, можно там что-нибудь, налоговые какие-то, льготы, но они тоже у нас есть. Ну, наверное, нет, наверное, вот так. Это здорово. уже в состоянии, вот, все будет хорошо. То есть, получается, можно перефразировать вас, наверное, нового ничего не придумывать. В общем-то, мы там сами вырулим, но это же как любой бизнес, да, то есть, не мешайте и все. И здорово. Создайте условия, да. Тем более, лицензирование уже упростилось, да, если раньше нам было лицензию получать каждые, там, пять лет, десять лет, то сегодня она бессрочная уже, это убрали. Ну, многие вещи, правда, упрощают, поэтому я считаю, в общем, спасибо государству, что она так к нам относится. Отлично. Это редкий отзыв, просто, правда, это редкий отзыв. Еще раз, не потому, что я там, в общем-то, как-то что-то, я правда считаю, что, в общем, все хорошо. Работайте. Есть огромные возможности для любой частной школы. Творите, создавайте, никто мне мешает. Здорово. Государственные аттестаты мы выдаем, имеем полное право. Лицензию тоже получить достаточно легко, и никто не вставляет палки в колеса, во всяком случае, в Харьковской области, чтобы получили лицензию. Все, работайте. Здорово. Творите. Да, это хорошо, что вы так отзываетесь об этом. Очень. Я, правда, я, не знаю, какие-то, что-то там от них хотите. Все хорошо. Здорово. И, Александр Малинович, у меня последний вопрос. А есть ли у вас какие-то сейчас, ну, не хочется, вот, как-то традиционно, есть какие-то планы, но вот какие-то, может быть, какие-то шаги будущие, которые вам вот хотелось бы сделать, такие большие какие-то, да, или, может быть, какие-то мечты? Ну, вот, большой шаг, это, еще раз повторюсь, это добавлять к обычным школьным предметам что-либо, и свести это в процесс, хотя бы, там, пополам, да, то есть, чтобы половина была школы, а половина была не школы, ну, в том традиционном понимании, которое есть, вот мы сейчас над этим сильно работаем, и надеюсь, что все будет хорошо, у нас что-то получится, потому что, правда, в общем-то, они выходят в эту большую, сложную жизнь без достаточно простых навыков, даже, вот, там, недавно, там, одна девочка, там, уехала в Америку, и, там, для нее был простой шок, что, оказывается, ну, сама жива, заканчивается туалетная бумага, и ее надо где-то взять, и порошок, а где взять? Ну, вроде как, простые, смешные вещи, а вот, за, там, до, там, окончания школы, она это никогда не делала. Ну, да. Ну, и так далее, вот, казалось бы, такие достаточно простые вещи, чему школа, по идее, тоже должна по-хорошему учить, у родителей некогда, они заняты, у них там работа, и все остальное, им не до того. Ну, и так далее, это мелочь, ну, хотя достаточно простая, но серьезная мелочь, как без туалетной бумаги сегодня, сложно, а газеты, они даже пользоваться не умеют, не знаете, как у меня по прошлой жизни. Ну, это вообще отдельный навык, который требует нынче мастер-классов, отдельных специальных и тренингов. Знаешь, как это, нет, где-то туалетную бумагу, все, закончилась дома туалетная бумага, куда бежать. Да. Вот, ну, и это, понятно, простые вещи, ну, и дальше, и дальше, и финансовая, еще раз повторюсь, грамотность, и так далее, и так далее, и так далее. Вот, вот, над этим сейчас мы будем думать, и двигаться в этом направлении. Угу. А мечты какие-то есть у вас, связанные с будущим школы, может быть, как это, может, еще хотите открыть одну, например? Конечно, нет, ну, одну, но большую, светлую, классную, в каком-то классном новом помещении, может, куда-нибудь получится. То есть, это трансформация, как бы, нынешней, да, в более такой объем? да, 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 красивая и светлая. Все-таки у нас все классно, все замечательно, но хочется, всегда же хочется больше. Ну, да, да, здорово. Как-то так. Здорово. Спасибо вам большое, Александр Иванович, что согласились. Я надеюсь, вам тоже какая-то польза была от этого интервью. от общения, да. Спасибо вам. Спасибо. обращайтесь. Все. Спасибо всем, до свидания. Да, спасибо. До свидания всем. Субтитры создавал DimaTorzok